Высказывайте своё мнение, участвуете в дискуссии в программе Сергея Зацепина. Когда правительство боится своего народа, это свобода. Когда народ боится своего правительства, это тирания. Томас Джефферсон. Неполиткорректное ток-шоу, которое заставит вас думать. США никогда не будут разрушены и сними. Если мы трогнем и потеряем нашу свободу, то только потому, что мы уничтожили себя сами. Авраам Линкольн. Ток-шоу Сергея Зацепина на волне 14.30 а.м. Будь в центре событий. Еще раз добрый день, уважаемые дамы и господа. Такой неожиданный сюрприз, как говорится, для всех нас. В эфире неочередная программа неполиткорректного ток-шоу Сергея Зацепина. Я его ведущий, вернее, ее ведущий, ведущий этой программы Анатолий Червец. Ну и, как всегда, участники, все вы, которые позвоните по номеру телефона 847-400-5200, будем с вами общаться. Мы вещаем на частоте 14.30 а.м. 99.1.фм. Вы можете нас видеть и слышать на нашей веб-страничке www.radionvc.com, на нашей фейсбук-страничке Radio NVC, ну и, конечно же, на нашем ютуб-канале Radio NVC. Зайдя на этот ютуб-канал, пожалуйста, нажмите кнопочку регистрации. Это вам даст возможность получать извещение о всех наших самых-самых-самых последних и новых программах, которые публикуются на ютуб. Так что это совсем неплохая идея зарегистрироваться. Ну, а уже единожды зарегистрировавшись, пожалуйста, оставайтесь подписчиками, не выходите, как говорится, не убирайте вашу регистрацию. Теперь еще один способ нас увидеть и услышать – это, загрузив наше бесплатное приложение на свои iPhone и iPad, вы сможете слушать и видеть нас. Ну, а если вы пользуетесь платформой Android, то, пожалуйста, выходите через ваш браузер на нашу страничку radio-nvc.com и, опять же, получите доступ к нашим программам. Ну, вот, вроде бы все орг-вопросы мы решили. Еще раз, номер телефона в студии 847-400-5200. Привет всем тем, которые уже подключились к нашему каналу YouTube на нашей страничке Facebook. знаю, что нас слушает огромное количество наших радиослушателей, наших зрителей и слушателей на наших страничках, на нашем канале YouTube. Так что всем большой привет. Привет Нью-Йорку большому. Привет Денверу. Привет Сан-Диего. Привет Бостону. Ну, в общем, привет Флориде. Всем, 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 которые нас слушают. Ну, и, конечно же, нашим зарубежным друзьям в Израиле, на Украине, в России, в Германии. Так что всем огромный привет. Итак, начинаем нашу очередную программу неполиткорректного ток-шоу. А начнем мы ее с того, что мы все, по крайней мере, те, которые живут в Америке, мы знаем о том, что закончился так называемый саммит или встреча Большой Семерки. И там было, ну, скажу так, эти встречи, вот особенно последние, начиная где-то вот года, лет пять даже, наверное, просто напоминают ничего другое, ничто другое, как обыкновенные посиделки, говорильные, ничего там особенного в принципе не происходит. Но, тем не менее, интересное в этот раз происходило или состояло в том, что Макрон, премьер-министр или президент Франции, премьер-министр Франции, на эту встречу в роли слушателя пригласил иранского министра иностранных дел Зарифа. Ну, я не знаю, честно, не знаю, то ли это было сделано красивая мина при плохой игре, Трамп вроде бы сказал о том, что его предупредили, как бы его спросили, ему сказали о том, что будет приглашен иранский министр иностранных дел, вообще непонятно, зачем это было сделано. То есть, понять-то это можно. Макрон пытается вдруг исполнять миссию миротворца. Давайте примем звонок. Добрый день, вы в эфире. Анатолий, добрый день. При всем моем уважении к Франции, их человек, который был на этой встрече, он президент этой страны. Ну да. Выражаем свое соболезненное. И спасибо большое, я слушаю дальше. Спасибо вам огромное, спасибо. Да, конечно же, он президент Франции, Мэнгел Макрон. Так вот, то, что он сделал, пригласив министра иностранных дел, вообще непонятно. То есть, вы понимаете, формат этой встречи вообще, это семерка крупнейших экономик мира. Крупнейших экономик мира. То есть, зачем туда нужно было приглашать представителей Ирана, это был абсолютный идиотизм, абсолютнейший. Точно так же, как туда пригласили тоже слушателям, представителя одной из африканских республик, которые, ну, давайте говорить так, вообще не имеют никакой экономики. То есть, что Макрон этим пытался добиться? Он сделал это, поставил это под таким соусом, что якобы он хотел все-таки примирить Соединенные Штаты и Иран. Почему Макрон решил взять на себя такую миссию, вообще непонятно. Что он о себе думает и что он думает, кого он вообще представляет, непонятно. Лучше бы он разобрался у себя в своей собственной стране со своим собственным контингентом или гражданами и вот этими всеми представителями арабских наций, которые там фактически рулят в этой стране. То есть, действительно, лучше бы он там с этим разбирался. Ну, Трамп, конечно же, сказал, что, ну, наверное, нужно будет как-нибудь там сесть за стол переговоров. Хотя, вы понимаете, самое интересное то, что, пригласив министра иностранных дел, это не тот уровень министра иностранных дел и президент Соединенных Штатов, я имею в виду министра иностранных дел Ирана и президент Соединенных Штатов, это настолько неравнозначные фигуры в политике, что я бы даже удивился, если бы Трамп пошел бы на то, чтобы как-то встретиться вот с этим Зарифом. Это, ну, это чистая клоунада. Поэтому, конечно же, из-за этого ничего не произойдет. Это раз. Во-вторых, для Америки, да, там вроде бы, опять же, это были чистые такие договоры на пальцах, на словах. Якобы вот договор с Японией о том, что Япония будет все-таки у нас покупать мясо, свинину, то есть говядину, свинину будет покупать вроде бы какие-то бобовые культуры, но пока что это не было подписано в виде договора, это так было, я же говорю, разговор на пальцах. Ну, и там, конечно же, обсуждалась ситуация с отношениями между Америкой и Китаем. Конечно же, Европа, как и весь, в принципе, мир, зависят от того, что произойдет между Америкой и Китаем. Но, с другой стороны, вы знаете, меня это навело на такую мысль, когда я читал некоторые источники информации, когда я просматривал новостные каналы, меня это навело на одну интересную мысль. Вот во время, все говорят, что вот Реган был, наверное, вот до Трампа, это был действительно самый такой толковый, самый лучший президент для Соединенных Штатов. И что меня натолкнуло на мысль, это именно то, что во время рейгеновских времен, во-первых, не было еще Европейского Союза. То есть намного легче было договариваться с разными странами, с разными государствами, потому что договаривались по отдельности. И вот эти все договора как-то, во-первых, было легче обговаривать, во-вторых, их было легче подписывать, потому что, допустим, та же Германия, та же Франция, та же Греция, та же Италия, как бы, как говорится, сами за себя, и делали то, что им выгодно, каждый из этих стран. И тут вот вдруг появилась такая юридическая единица, как ЕС, Европейский Союз, или EU, European Union. И вот с тех пор, как появился European Union, стало очень и очень тяжело договариваться Америке с Европой. Почему? Потому что, конечно же, вот те чиновники, те бюрократы в Брюсселе, которые управляют Европейским Союзом, ну и, конечно же, Германия, которая является главным членом Европейского Союза, каждый тянет, как говорится, одеяло на себя, и пытается все-таки вот особенно не сближаться с Америкой. Вот именно так я себе представляю вот эти отношения, которые на сегодняшний день... Поверь, что меня натолкнуло на эту мысль? Потому что сегодня, действительно, Европа во главе с Германией, Францией, ну, может быть, не так, Италией, Греция вообще, в принципе, там большого значения не имеет. Вот Турция у нас, как... Вернее, Турция у нас член НАТО, который тоже пытается как-то отстраниться от отношений с Америкой. То есть, конечно же, сегодня у Трампа ужасно тяжелое положение и ужасно тяжелая ситуация в любых попытках переговора, в любых попытках договориться о чем-то. И вот все то, что происходит сегодня в Европе, скорее всего, им бы было намного лучше, намного легче, если бы они... Вот Англия, я, по моему мнению, делает абсолютно правильный шаг со своим Брекситом. Почему? Потому что, действительно, Англия выходит из Европейского Союза. Как только это будет подписано окончательно, тогда и Англия, и Америка начнут подписывать свои собственные договора, и это будет действительно взаимовыгодная основа и для Америки, и для Англии как страны. Точка. Теперь, вот все то, что сейчас происходит в Европейском Союзе, оно, ну, аж никак, никак не направлено на то, чтобы улучшить благосостояние граждан тех стран, которые участвуют в Европейском Союзе. А еще и вот то, что происходит в Брюсселе, который, опять же, Брюссель тянет одеяло на себя, Германия на себя, Франция там вообще непонятно, Макрон, что он там пытается сделать, ну, действительно, честно, непонятно. Но, тем не менее, ну, вот Трамп оказался вот в такой ситуации. И, действительно, я вам скажу, в отношении подписания договоров, конечно же, Рейгену в свое время было это сделать намного проще по нескольким причинам. Во-первых, не было такого сумасшедшего разделения между республиканцами и демократами. Не было такой вражды, не было такой ужасной ситуации в этих отношениях. Добрый день, я буду в эфире. Алло, Толя? Да. Здравствуйте, это вас Евгений из Ниджерси. Здравствуйте, Жень. Значит, я послушал ваши комментарии, так, по поводу этой семерки. Я немножко не согласен с вами в том плане, что я не думаю, что Трампу было трудно. Вы понимаете, я смотрю, он как поедает, они какие-то карлики вокруг него все. Они не знают, как к нему подойти, как его лизнуть, или подсунуть иран ему, или против Путина что-то сказать. Они не знают, как с ним общаться. А он знает свое дело. Вот вчера, вы смотрите этот бокс Ингрид Энджелс, да? Она красиво сказала. Говорит, кто эти люди, которые хотят Трампа учить? Это Врит-Англия, которая выходит из Брэкзита, в Брэкзит уходит. Где Германия, которая рецессия. Италия и Франция, у которых вообще нулевые, нулевые показатели. И они хотят учить Трампа, у которого 3,9% производства. Понимаете? Это смех, это социалисты, которые уже так забились в угол, и они не знают, что делать с этим человеком. Он непонятен им, потому что он гигант. Он, я прошу прощения, я с вами, наверное, не соглашусь по одной простой причине. Дело не в том, знают ли они, как с ним обращаться, и дело не в том, насколько Трамп большой гигант. Вся проблема в том, что Трамп, как бы он ни пытался, у него не получается создать коалицию с европейскими странами. Я в этом смысле имел в виду. То есть у Рейгана, у Буша намного проще получалось создать коалицию. Почему? Потому что эти страны, будучи сами по себе, они отвечали сами за себя. Сейчас у Трампа им очень тяжело удается... Вот смотрите, допустим, Обама, тем, что он снял санкции с Ирана, он фактически развалил ту коалицию, которую создавали еще при Рейгане, еще... Ну, я не буду говорить при Картере, потому что Картер это был абсолютно ноль. То есть Рейган создал замечательную коалицию против Ирана, и когда они создали вот эти вот санкции, не создали, а применили санкции, эти санкции замечательно работали, и ни одна сошка в Европе не посмела эти санкции нарушить, опять же, потому что, да, Америка все равно является для них, как говорится, старшим братом. С тех пор, вот заметьте, как Обама снял санкции и развалил вот эту коалицию, когда Европа, каждая страна в отдельности почувствовала возможность заработать денег самим по себе, их теперь в эту коалицию не загнать, хотя они понимают, что Иран это их погибель фактически, но они никак не могут соскочить вот с этой дешевой нефти, с этого рынка сбыта на Иран. Вот к чему я это веду. То есть вот это... Да, но еще такой момент, я долго не буду задерживать. Пожалуйста, пожалуйста. Он, значит, вчера он красиво сказал на пресс-конференции, его все спрашивают, а Путина зачем, зачем этого бандита Путина? Он говорит, спокойно, ребят, я ему даю санкции, а вы с ним торгуете, и вы его кормите деньгами. Так кто виноват в Путин, что он такой, и чего его, вы не хотите его пригодить? Да, он абсолютно прав, абсолютно прав. Спасибо, Жень, спасибо большое. Не дождался человек. Да, спасибо огромное, Евгений. Конечно, это звучало, ну, по меньшей мере, странно. То есть интересно то, что Путина они допускать не хотят, а вот Иран вообще, я же говорю, непонятно, что он там делал и так далее. Добрый день, вы в эфире. Конечно. Говорите, пожалуйста. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, у меня мнение, вообще-то говоря, между вами и вот прошлым слушателем, последним слушателем. Дело в том, что они ничего не умеют, кроме redistribution, так же, как наши вот левые, потому что они все левые. Поэтому они не могут согласиться, как бы, и войти в коалицию с Трампом, потому что Трамп действительно гигант, гений, и он действительно делает все для нашей страны, но и он, в общем-то, предлагает честные дел, а для них это невозможно, они не умеют ничего. Поэтому он выбрал другую уже сейчас, как бы, стратегию. Он отдельно заключает, в общем-то, договоры. То есть с Японией практически договорено о том, что все то, что не хочет покупать Китай, будет покупать Япония фермерские товары. Теперь с Англией, с Джонсоном у него прекрасные отношения, и тоже договоренность есть, и в связи с тем, что они на одной волне, это будет работать. И в конечном счете все будут вынуждены просто идти в этой стратегии, потому что Иран задыхается, Иран не выдержит, вообще-то говоря, вот этой конкуренции. Конечно, сто процентов. Спасибо, Мария. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Очень трудно Крампу создать коалицию по одной простой причине, потому что во время Рейгана было противостояние Запада и социалистического блока, по главе Советским Союзом, и уже там хотите или не хотят, или европейцы не хотят или не хотят, они должны были подчиняться воле, скажем, старшего брата, я имею в виду Соединенных Штатов. А сейчас такого противостояния нет, и они решили каждый по себе вести себя, как собачка, бегающая по рояле. Вот. И вот. У меня такой вопрос к вам. Вот в последнее время рынок то подпадает, то поднимает, и все это зависит от высказывания нашего президента, то он говорит по отношению к Китаю одно, то завтра уже говорит совсем другое. Действительно ли вот это, как-то, скажем так, китайцы пришли к нему на поклон, или все еще это будет продолжаться? Спасибо. Спасибо большое. Сейчас давайте я приму звонок, и потом постараюсь ответить. Добрый день, вы в эфире. Извините, я вернулась, потому что я не договорила. Вот что. Такой ситуации, то есть явных внутренних врагов, которые против настоящего нашего президента, работают, такого не было ни у Рейгана, ни у кого вообще. Больше того, идет действительно настоящее национальное предательство. То есть в свое время, значит, Керри ездил в Иран, и определенно он сказал своему, так сказать, этому свату, или кто он там ему, что мы сделаем все, чтобы Трампа утопить, чтобы был импичмент, или если не импичмент, мы все сделаем, чтобы он не прошел 2020, так сказать, выборы. И то же самое все остальные. То есть они ездят, они за спиной нашей страны, и нашего правительства договариваются, и говорят, не волнуйтесь, надо пересидеть его. Такого не было. Поэтому сравнивать его как бы ни с кем нельзя. Он действительно в такой ситуации, и все равно умудряется держаться на плаву. Просто дай Бог, чтобы ему Бог так и продолжал помогать. Спасибо. Дай Бог. Спасибо, Мария. Добрый день. Вы в эфире. Скажу одним предложением. Неужели Франции недостаточно того, как от нее годами уезжают евреи? Это первое. И второе. Неужели им недостаточно разрушения Нотр-Дама? Спасибо. Спасибо вам огромное. Да. Давайте мы тогда сделаем такую вещь. Я всех вас очень внимательно выслушал. Я, ну, будем говорить так, с вами спорить невозможно, потому что вы все, каждый по своему правы. Поэтому мы сейчас уйдем на рекламную паузу, переварим немножко все те реплики, которые поступили, и потом вернемся и попробуем с этим разобраться. Оставайтесь с нами. Ну, а мы, уважаемые дамы и господа, продолжаем нашу программу. Неполиткорректное ток-шоу. Сергей Зацепин. Номер телефона в студии 847-400-5200. У нас уже есть звонок. Давайте его примем. Добрый день. Вы в эфире. Добрый день. Извините, я немножко в сторону, но, по-моему, то, что я попрошу вас, это тоже имеет очень большое значение. Я уже пробовал задавать этот вопрос. Вот я прочитал такое интересное сообщение, что подразделение компании Boeing Phantom Force по заказу Пентагона разработали мегаракеты с микроволнами высокого напряжения. И они уже это рабочее образец оружия выпустили на полигоне в штате Юда. Юда испытали это, и полностью все получилось. То есть в результате были сожжены все компьютеры, системы управления и связи. Вырубилась даже камера, которая записывала результаты испытаний. Вы же понимаете, что это, если это правда, это же меняет во многом, о каких войнах. Вы представляете? Можно это проверить, сообщение? Ну, я вам скажу такую вещь. Это сообщение, я думаю, вряд ли мы проверим досконально, но только сам факт того, что о нем уже говорят в России, и что Америка вот опробовала такое-то оружие, я думаю, что это где-то, наверное, что-то имеет место быть. Потому что, ну, просто так об этом и говорить не говорили. То есть Америка это не Путин, который там рисует мультфильмы и пытается рассказать о чем-то интересном. Я думаю, если американцы что-то запустили, значит, в этом есть какой-то смысл. Я вам скажу честно, меня состояние вооружения сегодня интересует постольку, поскольку это касается, конечно же, отношений с другими странами и вообще позиций на карте мира. Как именно технические данные этого оружия, если честно, они мне ни о чем не говорят. Я не инженер по аэродинамике, я не инженер по взрывоопасным веществам, поэтому именно вот эти технические данные мне ни о чем не говорят. Если мне скажут, допустим, да, что эта ракета может спокойно, будучи выпущенной где-нибудь из штата Юта, может достичь, ну, например, хотя бы там Нижнего Новгорода с точностью плюс-минус два метра, ну, тогда это для меня будет что-то значить. А так, в принципе, я технические данные оставляю профессионалам, техникам. Итак, я хочу немножко подвести резюме под тем, о чем мы говорили в первом сегменте, то есть вот этот самый G7. И я вам уже сказал о том, что, в принципе, я согласен в большинстве со всеми теми, которые дозвонились, высказали свое мнение. Почему? Потому что, конечно же, у Трампа намного тяжелее ситуация, чем она была у Регина, поэтому сравнивать это невозможно. Причина, почему у него настолько тяжелая ситуация, мы все это прекрасно понимаем, потому что у него огромнейшее количество людей, которые, ну, желают, если не его смерти, то, по крайней мере, его провала. А я считаю это абсолютным абсурдом идиотизмом. Почему? Потому что мы все живем в одной стране. И я обычно всегда привык к тому, что люди, живущие в одной стране, должны, ну, как минимум хотя бы эту страну уважать и любить, если не быть ее полнейшими, то есть фанатами и патриотами. Так вот, конечно же, у Трампа ужасная ситуация, и я надеюсь, что он с ней справится по дороге ко второму сроку. Ну и, конечно же, будет избран на второй срок, и тогда, может быть, ему что-то удастся сделать более. Почему? Потому что, опять же, мы все взрослые люди, мы все прекрасно понимаем, что и Китай, и Иран, и все те, даже Россия, они ждут 2020 года, потому что пока что они не понимают, что им делать. С одной стороны, они не хотят задаваться Трампу, а с другой стороны, надеясь на то, что его не переизберут на второй срок, а с другой стороны, они все-таки понимают, что если Трампа переизберут на второй срок, им по-любому придется с этим как-то иметь дело. Американская биржа зависит от слов Трампа, постольку, поскольку на этой бирже делаются большие деньги. И, к сожалению большому, биржевики или люди, которые занимаются большими так называемыми спекуляциями на бирже, им, в принципе, абсолютно все равно, что произойдет с населением в Соединенных Штатах, как это все будет работать и так далее. Им нужно, главное, заработать деньги. Поэтому они смотрят на то, вот эти перепады, минус столько-то, плюс столько-то, это все, вы же понимаете, происходит от той неопределенности, которая сегодня происходит у нас в отношениях с Китаем, у нас в отношениях с Ираном и так далее. Поэтому, конечно же, биржа нервничает, конечно же, крупные капиталовложения очень в таком нервозном состоянии. И, конечно же, до тех пор, пока что-то не появится, более-менее стабильная биржа, вот так вот будет трясти. Но при всем при этом запомните еще одну вещь. Давайте я приму звонок. Добрый день, вы в эфире. Анатолий, добрый день, Дин Розен. Здравствуйте. Знаете, я только что подключился, как всегда. Вот вы мне объясните, вот я люблю эту страну, но почему я должен любить то, что вытворяла половина нашей страны с нашим президентом? Этот «Рашенка» ужин или еще что-то? Объясните мне, что мне тут любить? Это первое. Второе. Знаете, человек, который позвонил, он там что-то говорил про систему американских РЭБ, радиоэлектронной борьбы. У России уже давно это оружие есть. И когда они его включают в Сирии, то врубываются все GPS и компьютеры в аэропортах Тель-Авива и Иерусалима. Так, но это еще не самое страшное. Вот никто пока не говорит о том, что у них уже есть гравитационное оружие. Вот я это говорю и думаю, как это по-рабоче-крестьянски объяснить. Вот представьте себе квантовый генератор в космосе, который спускает импульс на какой-то большой кусок территории. И с этой территории происходит то, что происходит с любой территории при сильнейшем землетрясении. Причем вырубывается все оборудование, электромагнитное, электронное, электрическое. Это действительно страшное оружие. Понимаете? И я не знаю, радоваться этому, огорчаться этому или черт знает вообще, что делать. Ну, Дин, спасибо большое, Дин. Я вам скажу такую вещь. Давайте разобьем ваш комментарий на несколько частей. Часть номер один. Как вам... То есть вы любите эту страну, но что вам делать с тем, что половина населения этой страны... Как оно относилось к этому Рашенко-Лужин? Значит, мы все прекрасно понимаем. Мы должны разделить. Одно, это наша страна. Второе, это политика в нашей стране. Политика, как в любой стране, есть за и против. Поэтому любовь к стране не должна меняться от того, в какую сторону дует ветер политики. Либо вы эту страну любите, и вы считаете, что эта страна вам дает все то, что вам нужно или хотелось бы, и тогда вам, в принципе, фиолетово то, что происходит на данный момент с политикой. Почему? Потому что политика, это как... Ну, как сказать... Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Политики приходят, уходят, меняются, а страна остается той же. Поэтому любить страну и обращать внимание на политику, это две большие разницы. Теперь, второе. Как поступить с оружием, которое уже вроде бы придумали в России или придумали здесь, в Америке? Буквально несколько дней тому назад было интервью с новым министром обороны. И кроме всех прочих вещей, ему был задан вопрос, есть ли в Америке такая система, которая может вырубить свет в России или где-нибудь там в Китае? На что человек так интересно с такой усмешкой сказал, я не буду вдаваться в подробности о том, на что мы сегодня способны. То есть, мне это говорит, такую вещь, что если есть дрова у Меколы, то, наверное, они есть и у Петра тоже. Почему? Потому что я не думаю, что в Пентагоне сидят такие простачки, которые вот сидят, смотрят на то, чем занимается Россия, и сидят и думают, да, серьезное оружие, нам такого не создать. Это вы бы сами понимаете, это была бы глупость. Поэтому, если оружие это, допустим, я просто допускаю, я не хочу спорить по поводу, есть оно или нет, но давайте допустим о том, что оно есть. Если оно есть в России, оно есть в Америке. Если оно есть, вообще существует, то вы же понимаете, что это наличие такого оружия известно, я не думаю, если оно известно вам, то о нем неизвестно где-нибудь в ЦРУ или где-нибудь в Пентагоне. Поэтому, я думаю, что это не нужно паниковать. Я понимаю, что это оружие может сделать, чего оно может добиться, но большой вопрос, будет ли оно использовано, и если да, то зачем. Поэтому, давайте мы договоримся так. я вас уважаю за то, кто вы есть и что вы есть. Я не всегда согласен с вашим мнением, но я не готов поддаваться панике в том смысле, что существует в России, потому что, давайте говорить так, от желаемого до действительного, тоже как от земли до неба. Поэтому, будем, как говорится, будем жить, будем смотреть. Но, то, что я знаю четко, что я эту страну обожаю, со всеми ее недостатками, со всеми ее достоинствами, для меня это не вопрос. А политики, опять же, сегодня Трамп, вчера был Рейган, там будет Буш, там был Клинтон, ну, подумаешь, политики, есть политика, и каждый занимается своим делом. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Вот по поводу последнего, так сказать, замечания и так далее. Дело в том, что пока есть Трамп, все будет хорошо, в связи с тем, что был Барак Обама, который, разоружил практически нашу страну и довел состояние нашей армии до состояния 44-го года. Это факт, это была статистика такая приведена. А последние вот эти три года, естественно, все делал Трамп для того, чтобы восстановить наш военный потенциал. Больше того, поэтому он и подписал бюджет, в который засунули эти сволочи, простите меня, столько вот этих порк-проектов и так далее. Поэтому, если вы перевыберут снова нашего президента, все будет благополучно, и советский, в смысле, Россия останется далеко позади, или, по крайней мере, она не будет потрясать своим оружием, потому что, конечно, мы ее обгоним. Спасибо. Ну, опять же, вы понимаете, я не являюсь ненавистником России. Я не являюсь врагом России. Почему? Потому что там тоже живут люди, там тоже живут люди, которые хотят мира, хотят кушать, хотят растить детей. И в некотором степени мне жалко то, что они вынуждены жить в тех условиях. тем не менее, еще раз, я не не хочу заниматься спекуляцией того, что есть, у кого и зачем это нужно. Поэтому меня абсолютно меньше всего интересуют мультики, которыми пугают российские политики. Меня меньше всего интересуют программы типа «Время покажет 60 минут» и программа Соловьева. То есть я к этому отношусь абсолютно ровно и спокойно, а вот наша страна это наша страна и мы живя здесь, я думаю, все-таки должны ее признавать, любить и уважать. А вот то, чем занимаются сегодня демократы, то есть те, которые поливают Трампа грязью, те, которые поливают Трампа, людей, которые выбирают Трампа, поливают их грязью. Я считаю, что это действительно кошмар. Это не должно так быть, но тем не менее. Добрый день, вы в эфире. Анатолий, вы затронули еще один вопрос. Меня, честно говоря, волнует все-таки, почему наш Пентагон или ЦРУ или там еще ведут себя просто нечестно. Я другой человек. Но не в этом дело. Вот вы сказали, вы должны быть благодарны этой стране. А я все время задумывался, а эта страна не должна быть благодарна мне, что я 40 лет работаю в плачу налоги и содержу болтунов, которые часто к вам звонят. Ну, Дин, вы понимаете, вся проблема в том, что, конечно же, она должна быть вам благодарна за то, что вы создаете те блага, которые вы создаете. Но вопрос в том, пострадала ли бы эта страна от вашего отсутствия, я думаю, что нет. Пострадали ли бы вы, живя до сих пор в России, я думаю, что да. Вот так где-то примерно. А все остальное, конечно же, каждый человек, который здесь чего-то добился и что-то производит на благо страны, себя, своей семьи, это по-любому человек, который достоин уважения, человек, который достоин всех тех благ, которые эта страна ему готова предоставить. Ну, где-то вот такого рода. Спасибо вам. Дорогие друзья, я должен отключаться потихонечку, потому что время неизбежно бежит. И всем вам огромное спасибо за то, что были с нами и надеюсь на скорейшую встречу. Будьте здоровы, всего хорошего.